приветствую всех на канале жизнь женщин трудно сегодня найти женщину которая не хочет выглядеть молода и красиво как говорила коко шанель никто не молод после 40 лет но мы можем быть неотразимыми в любом возрасте все мы мечтаем выглядеть молодыми даже в 60 и 70 лет давайте рассмотрим ошибки в поведении прически стиле и макияже которые безбожно старят женщин после 60 лет то как женщина выглядит в 20 лет это дар природы а в 60 это плод ее стараний почему-то у нас так заведено что заниматься собой нужно в молодости красиво краситься ходить на фитнес иметь хобби изучать что-то новое но после 60 а то и раньше женщины приносят себя в жертву быту и уходят в тень мол куда уже в таком возрасте да можно сказать что для поддержания красоты и молодости духа нужно много денег времени а тут муж дети внуки проблемы заботы многие считают что красивое старение это миф и годы не красят никого но есть многочисленные примеры людей которые и после 60 ухожены обладают какой-то неуловимой притягательной энергетикой и могут дать фору молодым а есть уставшие и грустные пенсионерки которые очень быстро стареют красивые пожилые дамы не только генетикой обязанной матушке природе красивый внешний вид достигается трудом узнайте что старит наших женщин и постарайтесь избегать этих ошибок изменить себя к лучшему никогда не поздно и во многом от нас самих зависит то как мы выглядим свои годы и еще важны привычки сферы деятельности и мировоззрения женщины вот причиной из-за которых наши женщины за 60 выглядит старше своих лет идеальная домохозяйка за годы постоянного пребывания дома она давно забыла о каблуках красивых платьях и макияжей да и не положено свои до годы так наряжаться привычная трехразовая готовка у плиты глажка стирка уборка зачем фитнес если быт уматывает зато муж накормлен дети сыты дома чистота и порядок так в силу стереотипов старательно привитых ей действий об укладе семейной жизни женщина забывает о себе она становится нервной потому что зваливает на себя все обязанности идеальной жены она и не думает о личном времени порой женщины за 60 придумывают себе дела типичной старушки дача консервация садоводство домашний скот времени на чтение книг йогу танцы или обычную прогулку не хватает и не хочется если честно прогулки для молоденьких пикелей у которых ноги не болят так женщина заматывает себя в собственном старушечий кокон из которого не может выбраться сама для этого нужен заботливым муж или любящие дети которые отправят вам в отпуск сходят по магазинам или кафе белка колесе выученным наизусть стереотипом добавляется героизм современная женщина не сидит дома с детьми сначала она высунув язык продвигается по карьерной лестнице вдруг муж семью не прокормит а потом прибегает и готовит ужин убирает делает уроки с детьми и так далее стресс и тревожность не омолаживают женщина начинает сидеть она плохо спит по ночам а устала верная подруга чтобы порадовать тебя хоть как-то многие начинают заедать стресс от этого появляется избыточный вес который и старит безбожно времени на психотерапевта нет да и не пойдет к нему никто потому что в детстве никто не учил заботиться о своем психическом здоровье надо заботиться только о ближнем например о детях и мужем именно поэтому женщины запускают себя они считают что сделали все что диктовало им общество теперь можно отдохнуть и вдоволь наесться да вообще наедаться каждый день слава богу замуж то вышло женщина в халате неприличные платья яркая одежда постепенно покидают шкаф это платье мало в этой юбке она выглядит пулькарно и вообще мода это глупость неприхотливость и обесценивание себя видны по образу зрелой там преимущественно женщины за 60 выбирают просторную удобную и невзрачную одежду штаны балахоны и мрачная блуза выбор не любящий себя женщины красавица без улыбки в прямом смысле ежегодное посещение стоматолога это очень дорого и непонятно пока зубы не болят не надо зря деньги тратить так думают многие женщины дело не всегда в привычке у многих просто нет на это средств женщины откладывают визит к стоматологу и оттягивают момент потому что и думать не хотят какую сумму обойдется лечение по зубам можно определить то как за собой следить человек многим кажется что стоматологу надо ходить только когда зуб заболит хотя ежегодный осмотр у специалиста и средства экономит и зубы бережет тем у кого быстро портятся зубы не позавидуешь это может быть кинетическая предрасположенность а может быть и следствие безответственного отношения к своему здоровью люди с красивой улыбкой кажутся более привлекательными и даже на несколько лет положе своего возраста существует несколько типов старения которые отражаются на внешности все зависит от того каким видом деятельности занимается женщина много ли она двигается следит ли за собой как часто нервничает в зависимости от этого выделяют следующие типы старения усталый можно заметить по лицу у такого типа четко очерчены носогубные складки опущены верхние веки а лицо выглядит грустным мышечный кожа остается гладкой даже в пожилом возрасте так стареют азиат деформационный очень быстро обвисает кожа на лице появляется второй подбородок и мешки под глазами при этом кожа плотная и морщины не сильно заметны здоровье нас не учили заботиться о здоровье людей которые ежегодно проходят обследование единицы пренебрежительное отношение к своему здоровью имеет плачевные последствия самое очевидное быстрое старение уход сколько бы у женщины не было дел она всегда найдет время на то чтобы уделить время себе не обязательно ходить в салоны красоты чтобы выглядеть ухоженной есть масса бабушкиных рецептов красоты для красивых волос и упругой кожи да что там хотя бы каждый день увлажняй кожу кремом чтобы она оставалась упругой и красивым когда женщина слишком занята детьми работой домом ей кажется что внешность второстепенна именно от таких замухрышек уходят мужья уход за собой придает уверенность и сохраняет молодость образ жизни те кто еще в молодости увлекся спортом не бросит это дело никогда чем больше человек двигается тем лучше себя чувствует и не обязательно ходить в спортзал пешие прогулки лучшее средство от хандры и некрасивых складочек мировоззрение ты заблуждаешься если считаешь что на пенсии жизни нет некоторые называют пенсионный возраст даром небес потому что можно заняться любимым делом учиться чему-то новому делать все что захочется но те кто выбирает копаться в огороде днями напролет безвратно превращаются в бабушек не надо считать себя забытой и брушиной детьми и внуками ты нужна сама себе так возьми себя в руки одежда не обязательно следить за модой намного важнее надевать то что подходит тебе не расслабляйся ты женщина и все еще красивая с помощью удачного гардероба можно подцепить веселого и интересного мужчины самое первое что бросается в глаза это сутулая скорбленная останка темные оттенки одежды поправление лица у женщин с невыразительной внешностью этот нюанс визуально особенно старит взрослых женщин тусклые волосы и смывшийся цвет волос седые волосы да седина сама по себе у многих женщин бывает красивой но может не сочетаться с цветотипом самой обладательницы в тандеме это смотрится негармонично и зрительно добавляет возраст укладка в хаотичном небрежном стиле с аналогичным сочетанием стиля в одежде все должно быть выполнено аккуратно чтобы образ выглядел гармоничным и не старел слишком яркий контрастный макияж в дневном свете также контурные брови губы стрелки активно подчеркивают возраст немолодые ноги с выпирающими неровностями лучше скрывать колготками и подходящей длиной в одежде глубокое декольте и аналогичный вырез в одежде с открытыми рукавами когда видны складки подмышками короткие стрижки с неучтенной формы лица и головы или длинные распущенные бесформенные полосы старость женщины это ее ответственность да во многом приходится себя ущемлять учитывая скромное финансовое положение но нельзя же забывать о своих женских желаниях отказывать себе в удовольствии относись к жизни с позитивом пропускать через себя только светлую ее сторону ведь смех как известно продлевает жизнь чувство юмора мощный антиоксидант если начать заботиться о себе то можно обнаружить что ты еще полна сил и энергии покорять этот мир своей красотой будь здоровой и бодрой не переставай следить за собой ведь возраст не болезнь самое главное это осознание и принятие себя не сожалея об утраченных годах у каждого периода жизни есть свои радости и плюсы ожидай от каждого дня ярких и незабываемых моментов и это наверняка подарит тебе жизненную энергию и уберет парочку морщин от грусти все начинается с твоих мыслей и отношения к жизни будь прекрасной независимо от возраста напишите в комментариях а что на ваш взгляд старит женщин после 60 лет не забудьте поделиться правилами красивого старения с подругами благодарю всех за лайки репосты и отзывы до новых выпусков пока субтитры создавал DimaTorzok